И, кой не чужие, здесь надо быть бдительными. Г-98. Но тем не менее, я это говорю, говорю, потому что в другом месте проявляют эти действия у него, где говорят. В кавычках. Вот учители так сказал. И, кой не чужие, то чего фразу перевести не могут, они только лишь помнят, что на какой-то кассете, и очень уверены, что именно я-то я и сказал, что они пытаются передать другому. Г-99. Но это большая ошибка. Он не часто передает совершенную яковину, вложенном и скажемном смысле, и создает сложную атмосферу, в которую, вразив таким образом, многие начинают путаться, ибо для них слово. В кавычках. Учителем играет ключевую яму, и он не знает, как вести себя дальше, как спорить с этим высказанием или не спорить. Насколько тут угла приведена фраза, многие из вас не знают, и возникнет сложная обстановка. 100. Поэтому, если такое дело не поверяющим, кубом приводит фразу, напомняй ее, и прежде всего, кой не чужая, ответственность за выражение он несет на своих плечах, на своей голове. Если это поверитет какие-то осложнения в судьбе ближних, то в зависимости от степенья этой сложности будет соответствующие его при твоей проявлении со стороны мироздания в отношении выражающего такое слово сложным пониманием. 101. То есть, это в данном случае я играю не тактивную в вашей жизни, поэтому пользоваться так свободно, произвольному ими фазами. Такую мячу будет острый, где не только легко упорнить окружающих, но легко и себе упсеть что-нибудь в отчетном же, если вы не умеете ломышить о теме чем. Поэтому тут надо быть крайне внимательными, нельзя так произвольному пользоваться, потому что теплые то есть передать. 102. Только тогда вы углазать или вместе внимательно рассмотрите, потому что либо неправильно используя их с этим братом в вашем какое-то сказывание, либо вы действительны что-то неправильно делали, и через эту его подсказку, приведенную в это истины, у вас есть возможность читать мудрее и управить что-то в себе. 103. Комячи уже, то в боковом мозге должно быть больше, и у вас что-то вы слышите для себя под подсказку. Поэтому при любом обстоятельстве, где вам что-то пытаются подсказать, прежде всего у вас должно возиться внутри боковом мозге, благодаря новую снимать в подсказку. 104. То есть, как только что-то говорит, я хочу что-то тебе подсказать. 105. Или вы видите, что начинает говорить, чтобы делать вам подсказку, посмотрите внимательно, что внутри у вас зазвучит. 105. У него еще должна зазвучить жажда, так и приятная ботовность и слышать, что это очередное как могло сделать для себя. Если внутри напряжение, эгоизм еще жив, крепок. 106. Делайте шут, наступаем в этот эгоизм, пробуйте возить свою ботовность, переспросите у ближнего еще больше у себя, возьмите от него все, что он хотел бы вам сказать, и уясните это все для себя. Побеждайте этот эгоизм. 107. Но это как удельный перетерий, где по этому озвучанию вы сразу можете почувствовать, что у вас начинает преобладать, но вы или, или все еще преобладает в старом коле, что-то, вред хоги, но могучение еще пока, уже или стои, курчивать в которую немало еще надо. Вот поэтому будьте внимательны. 108. Пробуйте тут предчувствовать ближний, вы сразу. Расказывай смело, рассказывай много, я все хочу узнать о себе, чтобы мне не достойное критиш. И вы эту ботовность выражаете. 109. Дайте ему сказать смелее, чтобы он не испугался, думая, что вдруг вы убедитесь. Потолкните его и потолкните этот, чтобы у него действительное почувствовало слегкость, как он хочет вам сказать. Пускай наговорит вам стиль короба подсказок, нестите их домой, разберитесь с этими коробками. 110. Там будет много моглого по-настоящему, независимо от того, будите ли правильные подсказки или будите ли правильные. Поверьте, от моглости в этом случае не убавится ни в том ни в другом случае. Просто развиваю оттенок, а будут мобрости, но это будут мобрости. Они разная оттенок, пожалуй, они ее принесут, они разное понимание идут вам, но они все будут важны для вас. 111. Поэтому все принимайте с благодарностью, не пропитесь отвинуть. 112. Какого бы вы слушаете, вот уже можно выполнять термой перераспросить. Это скавычка. Обовинули приводиться в сказывание учителя, где еще термой, ты помнишь, что это вы словно? Он говорит. Это скавычка. Нет, не помню, но мне кажется, что это. 113. Когда вы придете, так не придет. Ты уже лучше мне скажи, как в данном случае ее видишь, потому что нельзя использовать фразы. Не пропитесь ее вырвать, осуждать. Мякуп, скажите, что именно это выражение, как не придет. И пробуйте узнать, что он на этом вам сказать. 114. Но если он помнит, вы послушаете внимательно, посмотрите, насколько уместно была бы на подсказка, и пробуйте этому следовать. Дружите один. Вот это реакция реализующего человека, который не только не смотрит, кто же следующий по сниму эти подроки могли. Проверяйте себя. 115. Вы дети всегда смотрят, что принес папа. Не принес ее безслабистой каких-нибудь или мужскую какую-то интересную. Он смотрит с надеждой на папу своего. Но таки вы посмотрите на окружающих, ближних своих, как на папу, который может, что-то интересное вам принести. И только стоит ему открыть, вы сразу внимаете, держите к нему и спрашиваете, что ты принес нам. И он даст вам гости мельц. 116. Может быть, счет книг полугу ваш собрать в этом случае, но я этого дали скорбочек мудрости. И тут умение правило все принять, правило осмыслить, правило приложить внутренние усилия. Вот это все то, что является главным для вас. И, сделав бы спойно, вы обретаете плода истинные в себе, сокровища истинные, настоящие, сокровища жизни. 117. Поэтому любую шагу вашего ближнего, прежде всего, в себе-то будет помогать вам. Просто разная степень помощи. Ступенька крутая, ступенька невысокая. Но в любом случае его наступенка, благодаря которой вы имеете возможность считать выше. 117. Поэтому не тропитесь рубить ближнего, если ступень слишком высока, на первый взгляд, и вы не успели заместить ногу, уже чувствуете, что споткнуетесь. Не рубите его. Не рубите, не тропитесь. Потому что, по инерции, вы попробуете ему выждить свое негодование, недовольство, что он так сделал. Нет. 117. Споткнулись. Еще засмыслите, еще расширните, еще выше ногу поднимите. Шабыте семерей, переводолейте ступень. Но храните в себе богатерность, на своем ценеете все, что может принять в вам подсказку. 120. Не делайте глупые усилия, когда в ответ на подсказку вы тропитесь сказать, что гордыня в спроте проявляется, эгоизм в него кипит, сразу на его получение, получением собственным отвечать стремитесь. Вот это не делайте. Самое глупое, что в этом случае срывается со стремлением с чего человека, самое недостойное в этом случае, что проявляется. Вот поэтому будьте внимательны, когда поступают в вам подсказка. 121. Пришло известие, что нужно идти на гору, и ведущий субранилия спросил. Это скалычка. Ребята, кто хочет пойти на гору? Сказались два человека, желающих, и все. И он начал по списку зачитывать. И потом сказалось такое мнение, что хватит на гору, это отпухнуть. Работа лишь там определенное время, а потом у тебя ни у чем голова не будет. И в умении внутри возникло какое-то неприятное чувство. Как в умении правильного отреагировать? 122. В этом случае я не могу сказать, что чувство у тебя возникло правильное. У тебя возникло внутри ощущение наличия какой-то ошибки, которую, может, и трудно тебе усмыслить, но ты ее мог почувствовать. Можешь духовный мир в суставе не почувствовать наличие той опасности, которая впротивовес вашему формированию возникает. Это можно почувствовать. 123. Не только природный чувственный мир может почувствовать опасность для своего тела, для организма природного, но и дух способен почувствовать, что, что впротивовес его развитию проявляется в реальности рядом с вами. 124. Поэтому бывают ощущения эгоистические, которые опасны для эгоизма, вот крик возникает. Бывают ощущения как опасности для тела, но оно тоже относится к категории эгоизма. Это все имеет один корень природы. 125. Но и другой корень есть, а именно как додушевавший почувствует, что им его благо. И вот тут надо быть внимательным, чтобы во время все осмыслить, оценить правильное, сделать правильное усилие, как в этом случае, и помочь ближним, и где уже сознание должно помочь правильное это осмыслить, чтобы правильное творческие усилия приложить. 126. И уже такое достаточно серьезное и круг обстоятельство, которое требуется просмотреть и дальше приложить свое усилие. Так что тут уже дальше смотри. Оценивать. Дальше думаешь, чтобы ты мог в этом случае ей предпринять в помощь ближнему. 127. Можешь что-то разумное сотворить. Сотворь. Не можешь что-то внешне гордить. Что ж, исполни молитву, жила ближним, слышала правильного смысла и неякого, что дела нет. Могут теперь и старайся умер хранить в себе. 128. Жена прибылела, и я сказал в дочке, сбегай с обереградик. Он говорит, не хочу. Я говорю, ну как же так? Ты мама любишь, ты чуть что-то любишь. Я тут мама прибылела, нужно пробить, а ты говоришь, не хочу. Правильно, в общем, такие мои слова или как-то можно было по-другому построить этот диалог. 129. В данном случае это можно делать так, как ты умеешь. Здесь что-то покатить в угле, и разуме нельзя предложить, потому что в других и других обстоятельствах нечто подобное сложно будет ей приложить. 131. Поэтому вот, что ты называл, это вот муситься против ее обстоятельства, которые нужно решать самостоятельно, и где ты просто стараешься искренне, как можно лучше, но и с того, что ты способен осмыслить, сделать. Вот и пробуешь этого осмыслить, пробуешь делать. 131. Если ты заметил какую-то ошибку, ее почувствовал, в смысле момент, который тебя срутил. Усмотри, есть ли какие-то другие варианты, можешь ли ты представить в раздуме и доставленные движения таких словесных усилий. Попробуй. 132. И вот так, пробуя, ты совершенно следишься и сам, и с каждым льзом, с каждым таким свободнее, совершенным шагом лучше, помогу, не ждучи, которые рядом пребывали, и которые очень важно будет, как ты это все будешь с каждым льзом преподавать. 133. И еще одна ситуация. Нам выделяют. Детскую еру, сухофрукты, что-то еще. И вот она мне предлагает, кольку, извиня, съесть. Как мне реагировать. Я знаю, что ей хочется, но мы стараемся всем ей успеть, чтобы делилась на всех. И в то же время я взять не могу, потому что это детская еру. 134. Ты можешь сказать. Хорошо, положи. Я, если честно, не хочу, вот здесь положи, и потом скушаю. Какого-то она отвлечется, ты все это положишь в общине и поблагодаришь ее, скажешь. Я скушал, все было очень вкусно. 135. Это тоже творчество от Масицы, где опять же я сейчас дал подсказку, но вопсорительство будет разное, по-разному проявляться. Но это все зависит от того, как ты от этого смыслишь, какой интерес мой творческой решение ты придумаешь, потому что здесь не будет никакого не повторяться. 136. Я в себе обращался с просьбой взяли матушки, чтобы она взяла семя, чтобы она взрастила плод, которым накормили себя и свою семью. Или нужно быть твердо уверенным, что взяли взрастет этот плод. Меня интересует, как нужно обращаться взяли, куда сожаришь. 137. С просьбой, куда не чужие. С просьбой хорошей, доброй, с хорошей, трудом и сельем. Это важно. Важна две духа человек, тоже такая просьба, она не только для зали важно. 138. Для зали чаще важны ваши чистые, добрые, но и отрошенные. Оно может быть невыражено в словах. Ведь слово «такие высокополиете» прежде всего вам сами нужны. 139. Но когда вы исполняете эти или иные фразы искренне, вы соответственно проявляете чувственное несогласно тому, что вы говорите. Он начинает вибрировать согласно этим выражениям и образом, которые вы создаёте. 140. И в этом случае вы можете не проговоривать слово. Если сумеете те же самые вибрации установить в себе проявление энергии, то получится то же самое. 141. Но вы не уделяете этому внимания, чтобы жить в себе житву в рода вибрации, которые мы не соответствуем этим или иным вашим высказываниям. Вы просто говорите. Если искренне говорите, вибрация проявляется соответственно тому, что вы говорите. 142. Если вы лжете, прибортие другого качества будет проявляться, он и будет уже имеется жить по между словами вашим внутренним миром, потому что вы будете говорить одно, а внутри у вас будет творится совсем другое, ибо только вы искренне вашим задор Asianist слов все считаются вашим внутренним миром, они выражают одно отороны тоже. 143. И в данном случае, как бы вы проявляете любое, искреннее усилие, выражая просьбу искреннюю, то просьбу вы выражаете уже с определенными образами, знакомыми вам по жизни, по вашему воспитанию. Вы знаете, что такое добрая просьба и какой-то у него есть черв noite просьбы с каким-то или над confinambi. И вы знаете, что такое добрая просьба, и пытаться вырвить ее слабым. Это прежде будет, конечно, нужно, чтобы вы это сами тоже слышали. 144. Но в этот момент, делая искреннейшим, вы вырвите все необходимое от своего внутреннего мира, от той природы, которую вы имеете, и потому что в этом усиле своеобразно будет превышать природу ее основу энергийных качеств. 145. И эта природа моя основа, видоизмененная вашим духом в этом усиле, естественно, своеобразно вырвется в энергии природы сяги. И это крайне необходимо. Правильное приложение таких усилий. Итог, возникание, тот клик уже от этой природы в ответ был. 146. Поэтому, как-то бы правильно все вырвышаете, вы веселы, вы добры, вы чисты, вы естественно понимаете, но крыше иначе. Кудя чужие, взяли безбор, он и тоже любит свести благоприятную, кударя дону, что на ней находится, проявляется достойно. Он и тоже с удовольствием будет просьбу не проявлять от себя. 147. И вот это согласие вашей семьи, в ваше духовное такое единство, понимание его обстоятельства. Не, как-то бы простите, и выйдите себя в другую, баст. Другого рода просьба, как-то бы простите, но это не вырвышание, это сознательно. Это с кавычками. Ну, кудя чужие, бастер, потому что это будет даже безобразно, кудя вы вращаете просьбу и можете подумать. Баст, куда делится? 148. То есть не этот оттенок должен быть, а на что я выражу мое внешнее, но кудя внутри вы понимаете, если все это делать вам нужно, кудя чужие, взяли удовольствием положительно. Ну, кудя чужие, он сразу скидывается положительно, ее ответ на ее отклик удача, будет умножен на мой ворота в облаго, который в одолее. Ее отклик будет удача, но. 149. Поэтому, подходя к взяли, пробуй я садить, возделать взяли руки своих, не отпустив, вы этот оттенок должен выразить свой, через просьбу. И дальше оттенок ваш, многое чистый, должен быть построен. Вы возделываете спесню бесовы, вы садитесь песнями прекрасными, чистыми, с полным онием, кудя чужие, это будет вести, кудя чужие, это будет взрываться кверху, к солнцу очень быстро, надежно, хорошо. 150. И это будет происходить, вы будете создавать ее среду-масселенную, энергию, кудрая богатые, но начнет воздействовать на все это, вам и вырочевали мои. И вы сможете очень многое вырочевать. 151. Единственное, не забывайте думать о том, что вы этому делаете, так как сейчас я сказал, потому что в основном делаться это будет, кудрая об этом думаете. Если ваша сила думает, что пока невелика, то как только вы забываете, через время это среда насколько успокоиваете. 152. Если вы внушируете, то тем лучше вы эту активность жизненную, духою, чистою промыляете, тем активнее и глубже будет промыляться от осадок кружения поверения. 152. И тогда все вам известно, что они будут всегда вовремя поспелить. Вот такой юбилейный тихонечко трогай. 163. И вот так, ваше усилие, вовремя любви и вовремя всех клуб влекает, и на тему это приходится время уже менее, и только тогда, когда полметра вспомнишь. И вот тогда я желаю ждать, чтобы не было голосовало, но не в нужное время. 164. Поэтому вы внушую возможность чините все взять от нее хороше, в такой мере, в которой вы нуждаетесь. Вы отражаете, и вы пока слишком много беспокоитесь, и вы достойны внимания человека. 165. 165. Правильно ли я понял, что помимо всех этих хороших, все это надо еще знать, и вовремя законы природы. 166. 166. Компачок. Закон природы требует правильного влево использования и согласно тем обстоятельствам, в которых помолняются эти законы. Все это, естественно, требует рамутного к этому подходу, но остального, хорошее. Поэтому надо пожелаться, поговорить, уточнить, узнать, потому что где-то уже опыт чего-то встать интересного, и где-то теоретические мысли интересные возникают, которые могут уже потом крыть. 166. Потому что эти знания помолняются вокруг меня зацепила, и где-то я вновь разум на сумме, и где-то я вновь разум на сумме, и мы есть. И бомбаришка бежит, лапками хлыст-хлыст по песочку. И эти умные законы рассказывали, что в этом случае их надо почитать. 158. 137. Сонесутчик. Вышли пены, разумрачеваясь в году цветка, в какое-то его еще помоление, и уже помолняется закон. Смотрите, читайте его. И утребует у меня зацепила грамотность вопроса, грамотных ваших усилий. И тут надо согласиться с цветами, то нервный егар. 167. Мне не нравилось, что столь не в доме, но я на чем эту требованию не был тревозрастать. Мне эту требованию не стал устанавливать, но в том числе у него существует просто ускоряется исполнение. 167. Ты говоришь образно. Что именно не понравилось в доме, на чем акцент гвоздей правилов бит, что-то висит метр. Что именно, что угли точнее до тебя подсказку. Нужно почвое его строительство. 161. Силософтратил видел, что на столе не было сужено, и у меня не такое требование началось. 162. Да, и до требования. У тебя такое получение, если было поклонность в чистоте, ты чисто к дому вождел в кулит, подобные поклоненияю богу. И в этом случае у тебя умеется все на это весной, ты слишком высоко поставила по требованию дому. 163. Нужно научиться с самого начала каждой мелочи, когда оно безобразно не валялось в доме, спокойно отнестись. Не просто благодарно, а спокойно, с естественным миром отнестись, с хорошим пониманием, что не успевает свеча супет. 164. Укла. Сам куда не имей или пройди мимо, если никуда на это обратить внимание, с пониманием, что сейчас просто не доделалось. Оно доделается, никуда оно не денется. 165. Но в кулит это не надо возводить, потому что все, что вы в кулит возводите, и к чему у вас создается ложная привязенность, это будет ломаться. Но отом будет ломаться ваша психика, то есть вы будете сорваться на этом, вас будете терзать до весной. Будут возникать устоятельства для того, чтобы вы правила оценили и провалив себе эту неверную зависимость, и вы бы изменили свое отношение. 166. Как получает все эти годы идет акцент на одно и уже у тебя, то есть разговор о том, что в Думе ты мне непорядок, не непорядок. И в тюже куторый раз мы к этому прикосаемся, одно и уже всегда. 167. Вот это теперь надо правильного смысла тебе, просто надо научиться к этому правилу подойти, оценить. Врозить в себе такое отношение неуходимо к этому действию и постоянно в себе формироваться это отношение, благоскому мое отношение, когда ты сам оправдываешь то, что тебе не нравится. Ты оправдывать должен сам эту. Вот тогда у тебя все начнет происходить в другую сторону. 168. Поэтому если какое-то действие в доме тебе не понравилось, а вот это действие связано с наведением порядка, то да, зато иное то не просто беспорядок, сам будет беспокоить. Он будет еще, в свою очередь, привязать к человеку, который не делал ни к этому порядку. 169. И в данном случае, если говорить о том, что ты должен привожить у повдательные усилия, ты должен оправдать этого человека. Само повдать себе постоянно это делать внутри себя. Вот тогда ты уберешь эту зависимость. 170. Такого для затеря надо будет сделать, потому что, конечный порядок, это хорошая сторона. Но если вы привязываетесь уже к опасным качествам проявления в себе, то это у вас у для затеря таким образом будет сказываться, оно будет создавать очень большую психологическую нагрузку, где это в конечном итоге очень сильно уже подрывать ваши силы, приводя вас к стрессовому состоянию. Где в доме будет в себя возникать у вас такая своеобразная я буду на психологической культуре не позволит вам хранить мир в себе, чтобы все в доме, создавание моего мира развалилось. 171. Поэтому надо обязательно вот это пересмотреть. Чистота. Это хорошо. Ну и.